Давайте реализуем игру, в которой персонаж бродит по случайно сгенерированному лабиринту. Один из способов построить лабиринт – это рекурсивно разбивать пространство на все меньшие области, оставляя случайные переходы между подобластями. Такое рекурсивное разбиение пространства также позволяет нам быстро находить стены лабиринтов в заданной окрестности. Для прототипирования мы, конечно же, можем использовать обычные списки. Но если нам захочется строить большие лабиринты, нам захочется поменять структуру хранения, например, на двумерное дерево. Можем ли мы спроектировать программу таким образом, чтобы изменение структуры затронуло лишь небольшую часть нашей программы? Давайте взглянем еще раз на расстановку скобок в выражении. Каждой расстановке скобок соответствует свое дерево вычислений. Например, при правой свертке корень такого дерева соответствует самой левой операции, а под деревья – первому элементу и дереву для хвоста списка. При левой свертке корень дерева будет соответствовать самой правой операции. Как видите, оба дерева получаются сильно перекошены в одну или другую сторону. Мы можем расставить скобки по-другому и получить другие, более сбалансированные деревья. Вспомним, что алгебраические типы данных в Haskell – это, по сути, деревья. Альтернативы предлагают разные типы узлов, а поля конструктора содержат значения и под деревья. При свертке значений дерева мы естественным образом получаем расстановку скобок, соответствующую структуре дерева. Например, при обычном рекурсивном подсчете суммы элементов в двоичном дереве мы получаем следующую расстановку. Обычно при свертке значений дерева, например, подсчете суммы элементов, нас не интересует расстановка скобок. Чтобы абстрагироваться от скобок, мы можем использовать моноид. Таким образом, мы можем реализовать моноидную свертку для нашего двоичного дерева. Если дерево пустое, мы возвращаем нейтральный элемент моноида – mempti. В узле дерева мы вычисляем моноидную сумму для левого поддерева, складываем со значением в узле и суммой для правого поддерева. Теперь мы можем вычислить сумму дерева, используя моноидную свертку и типобертку sum. Для того, чтобы обернуть каждое значение в дереве, используем fmap. Затем применим свертку и развернем результат. Поскольку мы можем определить моноидную свертку для многих структур, в Haskell существует класс типов, предоставляющий соответствующий интерфейс. Класс типов foldable, как и functor, работает с конструкторами типов с одним параметром. У этого класса существует множество методов, из которых основной – foldMap. FoldMap – это комбинация отображения и моноидной свертки. Реализуем экземпляр класса foldable для списков. Тип foldMap для списков принимает следующий вид. FoldMapF – это композиция mapF и mconcat. Реализуем экземпляр класса foldable для maybe. Тип foldMap для maybe принимает такой вид. В случае nothing мы возвращаем нейтральный элемент, в случае justx просто применяем функцию к значению. Поскольку maybea не может содержать больше одного элемента, операция mapend нам не пригодилась. Экземпляр для 3 будет соответствовать моноидной свертке, которую мы реализовали раньше. Однако теперь нам необходимо применить функцию к каждому значению в дереве, прежде чем складывать. Давайте попробуем определить дерево с произвольным количеством поддеревьев. Определим тип rows3 с одним конструктором, содержащим значение в узле и список поддеревьев. Список может содержать несколько поддеревьев. Пустой список будет означать лист дерева. Попробуем определить экземпляр класса типа foldable для такого дерева. Тип foldMap для rows3 принимает следующий вид. У нас есть только один конструктор. К значению в узле мы применяем функцию и складываем результат для списка поддеревьев. Чтобы вычислить сумму для списка поддеревьев, сначала вычислим сумму каждого поддерево. Используем функцию map с рекурсивным вызовом моноидной свертки дерева. Теперь мы можем сложить результаты, полученные для каждого дерева, при помощи моноидной свертки списка функции mconcat. Заметим, что комбинация map и mconcat это foldMap для списка. Мы можем также определить экземпляр для eitherE. Напомню, что either принимает на вход два параметра, поэтому мы частично применяем его к первому аргументу. Таким образом мы получаем конструктор типов с одним параметром, который мы уже можем использовать с классом foldable. Тип foldMap для either мы получаем, заменив f на eitherE. Если мы получили right x, мы применяем функцию к значению. Если мы получили left y, у нас нет значений нужного типа и мы вынуждены вернуть mempty. Как и в случае с maybe, операция mapend нам не пригодилась. FoldMap позволяет определить множество полезных функций сразу для множества структур. Например, мы можем теперь реализовать функцию end в общем виде. Функция будет принимать на вход структуру t со значениями типа bool и возвращать логическое i всех значений. t это переменная конструктора типа с одним типом параметра. Чтобы использовать моноидную свертку, добавим ограничение foldable t. Моноид, который мы можем использовать для получения логического i, это тип обертка all. Используем foldMap, чтобы обернуть каждое значение и свернуть структуру. Теперь нам остается только развернуть результат. Аналогичным образом мы можем реализовать обобщенную функцию sum. Эта функция принимает на вход структуру t со значениями типа a и возвращает значение типа a. При этом структура t должна принадлежать классу foldable, а тип a – классу num. Для реализации используем тип обертку sum. Мы можем получить список всех значений любой структуры, определив функцию toList. Эта функция принимает любое значение типа t, a и возвращает список значений типа a. Чтобы получить список значений, мы можем использовать список в качестве моноида. Каждое значение мы можем обернуть в список из одного элемента и свернуть полученный результат. Если элементы структуры уже являются моноидными значениями, нам не нужно применять дополнительную функцию. Метод fold class of foldable осуществляет только свертку. В качестве упражнения реализуйте функцию find, производящую поиск в любой структуре t, принадлежащей классу foldable. Вам понадобится определить тип обертку для maybea и определить подходящий экземпляр класса моноид. Среди методов foldable присутствует функция foldr. Оказывается, правая свертка и foldmap могут быть определены друг через друга. Мы можем определить foldmap через правую свертку, применяя к каждому элементу заданную функцию. И используя операцию mapend в качестве шага свертки. В качестве начального значения будет выступать mempt. Чтобы определить foldr через foldmap, заметим, что тип шага свертки карирован. Шаг свертки принимает значение типа a, а возвращает функцию из b в b. Мы знаем, что такие функции образует моноид, для которого определен тип обертка endo. Выходит, мы можем применить функцию шага свертки к каждому элементу структуры, обернуть результат в endo, а затем свернуть, используя композицию функции. В результате мы получим функцию из b в b, которая ожидает начальное значение, чтобы вернуть результат свертки. Для определения экземпляра класса foldable необходимо реализовать любой из двух основных методов. Foldmap или folder. Реализация второго получится автоматически. Поскольку при свертке структура разрушается, для foldable нет интересных законов. В частности, от реализации ожидается соответствие foldr и foldmap. Если структура также относится к классу functor, foldmap должен действительно быть комбинацией fold и map. Как и в случае с классом functor, реализация foldable может быть получена автоматически. Для этого необходимо включить соответствующее расширение. Добавьте строчку language-derived-foldable в самом верху вашего исходного файла. Готово! Теперь вы можете добавить foldable к списку выводимых классов типов. Вернемся к лабиринту. Пусть разбиение пространства представлено типом space-a, содержащим элементы типа a. Лабиринт будет представлен таким разбиением со стенами лабиринта в качестве элементов. Поиск стен в заданной окрестности мы можем разбить на два этапа. Первый этап – отсечь области пространства, которые не пересекаются с окрестностью. А второй этап – собрать все стены. Пусть функция crop отсекает лишние области пространства. Эта функция опирается на структуру разбиения пространства, и именно ее мы будем переписывать, если нам понадобится изменить структуру. Получив стены, которые нас интересуют, мы можем отобразить их. Вместо того, чтобы собирать стены в список, а затем применять свертку списка, мы можем сразу свернуть структуру разбиения пространства. Действительно, изображение образует маноид с операцией наложения. Мы также можем рассчитать для каждой стены в окрестности, пересекает ли ее персонаж, перемещающийся по лабиринту. Реализуйте функцию canMove, определяющую, может ли персонаж переместиться из одной точки в другую, используя функции crop и foldmap. Проект с лабиринтом находится в описании под видео. Успехов!